20 июля 2021 года мы вышли из здания администрации Новокузнецкого муниципального района, где состоялась встреча с первым замом Телегиным. Вот товарищи, которые были на встрече, как бы вы охарактеризовали данную встречу? Абсолютно бесполезная трата времени. Это, пожалуй, преимущественно все мы так думаем. К сожалению, замгубернатора нас не слышит, остается при своей точке зрения о том, что обязательная вакцинация – это хорошее дело. О несоблюдении Конституции также на этот вопрос нам никакого ответа не дали, но мы не отчаялись, несмотря на то, что, считаем, зря потратили время. Передали письменные заявления о том, чтобы провели проверки, отменили обязательную вакцинацию и все-таки соблюдали Конституцию нашей страны и законодательные акты, чтобы никакой принудительной вакцинации в Козбассе не было. И особенно, ни в коем случае, чтобы не было вакцинации детей. А скажите, какие дальнейшие шаги Вы наметили? Вы передали ответ, безусловно, придется ждать месяц по их административному регламенту, а сентябрь мы знаем не за горами и у нас есть информация, что уже, будем говорить, с сентября детей повально начнут вакцинировать. Какие ближайшие шаги Вы намерены предпринять? Мы намерены обратиться в прокуратуру о нарушении Конституции и законодательных актов, чтобы все-таки Конституция работала и чтобы никакой обязательной вакцинации, и тем более детей, ни в коем случае на территории Козбасса не внедрялось. То есть все вот эти Ваши заявления, они подкреплены законными документами, обоснованием медиков-вирусологов не просто, это Ваши опасения, которые не подтверждены, так сказать, компетентными и специалистами. Абсолютно верно. Коллеги здесь, присутствующие на этом приеме, пришли все с документами и передали часть из них заместителю губернатора. Спасибо. Что-то добавите? Да, добавлю. Сергей Вячеслав Николаевич, председатель правительства Кемеровской области, он так и обозначил, что никакой обязательной вакцинации у нас нет. У нас есть распоряжение губернатора рекомендовать, обеспечить, организовать работодателю вакцинацию, проведение вакцинации. И если что, при случае обращаться в прокуратуру, потому что работодатели не имеют права отстранять от работы в связи с отказами от вакцинации. То есть Вы советуете родителям, людям вообще задумываться о тех предложениях, о тех злоупотреблениях и давлении об обязательной вакцинации? Власти Кузбасса сегодня заявляют, что... Работодатели это самоупраство, работодатели занимаются самоупраством. Нам так и было разъяснено нашими властями. Люди, думайте, Вас вводят в заблуждение, руками Ваших начальников творится геноцид. Спасибо. Желаем Вам дальнейших успехов в Вашей светлой борьбе за наше будущее. ...ответственности. Принуждают подписывать добровольное согласие, и тем самым человек полностью берет ответственность за свою жизнь и здоровье на себя. То есть он добровольно идет на этот эксперимент, получается, но он идет фактически-то под принуждением. Понимаете? Я вам еще раз говорю, если есть принуждения какие-то, нужно обращаться в прокуратуру, жалобы на работодательную. Смотрите, Вячеслав Николаевич не помогает. Я вам еще раз говорю. Ну вот только что, в Вене судьбе мы продали очень много всяких заявлений. Не помогает. А нет, классно, он на это распоряжение. Они не имеют состав преступления, опираются на это распоряжение, которое, кстати, без подписи сотрудникам показывают. И никто никакой ответственности ни за что не несет. Понимаете, как им нужно, извините, конкретно назовите фамилию на отчество. Вы понимаете, если человек назовет фамилию на отчество, он завтра останется без средств существования, с кредитами. А вы можете свою подпись здесь поставить на документах? Это официальный документ, который находится в электронном документообороте. Там есть электронная подпись. Вячеслав Николаевич, это ДИК Шувалова. Электронная, говорит, не считает что. Есть администрация, принадлежит администрация нашего города. Мы вас услышали, оставьте письма. Мы вот сейчас будем каждую индивидуальность, если вы поглубы... Администрация, Ишкин иначе штрафик. Они к ним приходили. Как это? Вячеслав Николаевич, формальные ответы со ссылкой на распоряжение не устроят никого. То есть будет рост социальной напряженности, который выльется в бунты, митинги, протесты. То есть какие-то массовые... Вы понимаете, что ответственность будет все, что мы... Вы это сейчас официально заявляете? Мы не хотим, чтобы этого произошло. Нет, нет, нет. Мы не хотим. Мы мирные, законопослушные люди. Поэтому мы сюда пришли. Хорошо. Я вас не слышал. Да вы поймите меня, я еще раз говорю. Вы что меня пытаетесь убедить? Я отвакцинировался. Я завакцинацию. Если вы против, это ваше личное дело. Это личный выбор, каждого должен быть. Нельзя никого преднуждать. Вячеслав Николаевич, еще знаете, как в Комитете спасения образования, мы очень беспокойны, что останется, идут массовые увольнения. Ишков. То есть мы остаемся вот с этим СОСом. Я вам передам. Это очень опасный эксперимент. Почему-то наша область, 14 областей, кстати, две его вышли, Красноярск, потом Астраханский, а наша область в этом эксперименте участвует. Это тоже эксперимент над детями. И вот, как бы сказать, хотим, не хотим, но, извините, учителя не будет, а заставит один министр просвещения об этом сказал. И вот этот СОС, это очень... Я боюсь, чтобы наши опять дети не перешли на дистанционное. С помощью работодателя, а это муниципальное, как бы сказать, образование, Квар, оно будет. Олег, давайте, вот, про образование можно говорить много. Я вам сейчас рассказываю о образовании, как сейчас работают педагоги. Они все работают после школы, и все работают... Давайте их все уволим, да? Они пойдут. Они работают сейчас все этими... Тьюторами будут. Репетиторами. Все работают репетиторами. А я не знаю, почему. Я в школе, когда учился, у меня не было репетитора. Я получал образование в школе. А сейчас, потому что им дают возможность после школы заработать, и они все в школе, я не знаю, как преподают, но у меня дети по всем этим... Давайте, мы учили качественно. Я говорю, зачем вы ходите, что вы делаете в школе? Я не буду зачитывать, там все наши требования под СОС. Мы губернатору это письмо... Хорошо. 10 тысяч подписей собрали. Родители возмущены детенционным образованием. Родители будут опять возмущены, если опять перейдем на ЦОС, потому что повольняются педагоги. Они, кстати, вот я знакомая. Педагог, они говорят, я молодая, я жить хочу. Я не буду прививку срать, я ее мне нуждаю. Так они говорят, я буду репетитор... Да, правильно репетитор. Вячеслав Николаевич, извините, пожалуйста, вот к вашему, вы говорите про репетиторство, я вам скажу. Мы вот, видите, все более-менее близкого возраста, да, мы учились в советских школах, где было полноценное качественное образование и обучение. Сейчас вот с этим дистанционным дети не получают полных знаний в полном объеме. Поэтому, когда они подходят к ЕГЭ, естественно, у них нет нужного объема знаний. Вынуждены вот и репетиторов нанимать. Понимаете, что происходит? То есть здесь все логическая цепочка. Вячеслав Николаевич, я хочу сказать, я психолог. Вы знаете, с какими травмами дети приходят после дистанционного обучения? Я знаю, у меня тоже дети есть, не переживайте. Во-первых, эмоциональный травм. Дети в 6 лет разговаривать не умеют, Вячеслав Николаевич. Я знаю. Тогда-то что с этим делать? Ну давайте остановимся. А что бы с этим делать, вот нужно привиться, и все будем спокойно ходить и получать образование. Они учителя знают, они в интернете, они знают, что прививка... Еще дети пишут. Да в интернете пишут столько говна, извините меня. Что там читать его нельзя. Прививку, 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 можно. Городи, все, я говорю, мы сейчас можем полгаснурить. Уже устроение уже устроено. Сейчас, Николай, еще один вопрос. В СИГУ установлены рамки, и ректор Юдин говорит, что не будет, как бы сказать, да, рамки, детей прогонять через рамки, и ректор Юдин говорит, что не допустят детей к экзамену без вакцинации. Вот это как бы. Да не это, ну... Это вот как бы, это уже... Давайте, коллеги. Да, вот вы нам поможете в этих вопросах. Это мнение, это мнение, люди, 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 ученые, коллеги. Я поняла, вы нам поможете в этих вопросах? Скажите, пожалуйста, о детской вакцинации. Нет, все, в таком вопросе. Детей, все, в таком вопросе. Вы должны спасать наружу, спасать детство их. Я прививку. Да я в курсе, Иван. Вы к нам все детей. Я прививку. Насколько я знаю, детская вакцинация пока обязательная нигде не прививка. Мы это планируем обязательно. Не знаю. Я с детства не привитаясь. А детской вакцинации я вообще не прививка. То есть, интернет, ладно, оставим. Подождите, пожалуйста, но есть телевизор, да? Где есть? То есть, все рассмотрели. Где вы слышали, что детей всех заставляют в школах вакцинировать? 80% вакцинировали сказали, что первого не реагностировали. И отчитывались перед Владимиром Владимировичем Бутиевым. Прям именно детей? Детей. Детей. Это было замечательно. Вот аппарат, кто это аппарат. Я не знаю. Не вакцинации, а именно по телевизору, кто ему видел. Олег, ну, у нас там... Давайте люди, пожалуйста, давайте уважаем. Поставьте, пожалуйста, письмо. Да мы-то вас уважаем, только вы нас не слышите. Мы вас слышим, коллеги. Ну, я еще раз говорю, у всех свое мнение. Здравствуйте, мы находимся. Насеченного 25, администрация Новокузнецкого муниципального района. Расскажите, пожалуйста, что здесь состоялось сегодня? Сходили на прием к телегину по вопросам принудительной вакцинации, цифрового образования. Он нам высказал только свое мнение, ничего конкретного по решению вопроса. Я не знаю вообще, сделают они что-то или нет. А ваше мнение какое по этим вопросам? Ну, я против категорически, конечно. Вы его подтверждаете... Извините, вы его подтверждаете какими-то, значит, научными, медицинскими заключениями. На что опирался телегин в своих комментариях на ваши вопросы? Мне сказали, что есть исследование независимой ассоциации врачей. Он этому не поверил. Он говорит, я могу... Ну, то есть, он этому не поверил. Что это за врачи, я их не знаю, я отлично не знаю. Все. А вы здесь были, представляете какую-то организацию? Мы представляем организацию комитета по спасению образования. Спасибо. Елена, вы что хотели добавить? Комитет по спасению образования, конечно, беспокоен. Потому что с этой вакцинацией, псевдовакцинацией, началось даже и вакцинацию нельзя назвать. Это просто экспериментальный аппарат, который навязывается нашими властями. Что мы... Было и высказано там, на встрече. Как сказали, пошли не как друзьям, а как врагам, получается. А как бы вы... Да, Елена, извините, перебью короткое интервью. Как бы вы охарактеризовали уровень чиновника Телегина сегодня? Не, а что вы ожидали и что вы получили? Ваяжный, сытый ты. Все они, по-моему, кажется, сказать, по звонку устроенные. Я считаю, что он просто не менял мнению народа. Он сказал, что мы... Как бы сказать, у него свое мнение личное, потому что он вакцинировался, а у нас свое. А то, что куча отложнений, что сейчас у нас грозит 18 детей, что в Сибири вакцинирует уже детей тех же, 18 лет, я считаю, а некоторым не вспомнился, 18 лет еще детей, под угрозой, как бы, отчисления от института и не сдать, не допуска. Он это все проигнорировал. Он проигнорировал все вопросы. Ну, конечно, он сказал, я посмотрю, вот то, что вы мне сдали. Ну, посмотрим, посмотрит он или нет. То есть на сегодняшний день он пришел некомпетентный, неподготовленный и не апеллировал какими-то действительно аргументами. У меня хорошо были аргументы профессоров, врачей. Я ему передала, потому что он считал, что это все наше личное мнение. У меня были бумаги, я подготовилась не только к ЦОС, я в основном в ЦОС занималась, но и к вакцинации. Я ему эти бумаги отдала. Он как будто первый раз увидел меня врачей, профессоров, вирусологов об этом. И что иммунитет лучше свой, чем вакцинированный. Он услышал, как будто это первый раз. Ну, не знаю, может быть, он это маску отделал. Я не знаю. Спасибо, Елена. Родители, задумайтесь. Добрались уже до ваших детей. Есть люди, которые активно борются за ваших детей. Подключайтесь. Никто не спасет наше будущее, кроме нас самих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова